Здравствуйте! В эфире программа новости Большого округа в студии Константин Гиргая. Я и мои коллеги расскажем вам о самых важных событиях Пушкинского. Смотрите сегодня в выпуске. Операция «Зимняя гроза» в округе состоялась военно-историческая реконструкция. Атмосфера праздника, как в Красноармейске создают новогоднее настроение. Тропою дружбы в Пушкинском образовательном комплексе номер 11 показали новогодний спектакль. Об этих и других событиях в нашей информационной программе новости Большого округа. Округ Пушкинский занял 19-е место в рейтинге эффективности городских округов за 2023 год. Наш муниципалитет укрепил свои позиции по сравнению с прошлым годом на три пункта. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава округа Максим Красноцветов. Он также поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за поддержку. Цитата. «Очень ценно бы частью команды работать на благо округа Пушкинский и региона. Впереди много планов, которые обязательно будут реализованы». Напомню, что в прошлом году Пушкинский в рейтинге находился на 22-м месте. В минувшее воскресенье в Зеленоградском школьникам показали открытый урок истории «Операция «Зимняя гроза» 1942 год. Военно-исторические клубы показали боевой эпизод завершающего периода Сталинградской битвы, когда Красная армия предотвратила попытку прорыва крупной группировки немецких войск к окруженной в Сталинграде армии Паулюса. На территории округа Пушкинский в дачном поселке Зеленоградский для школьников прошла реконструкция, посвященная финальному этапу Сталинградской битвы. «Мы проводим очередной открытый урок истории для школьников здесь, на полях, в поселке Зеленоградский. Урок посвящен Великой Отечественной войне, Сталинградской битве. Это продолжение на самом деле открытого урока истории, который у нас был весной, где мы делали начало Сталинградской битвы. Это, соответственно, ее продолжение уже ближе к окончанию. Операция «Зимняя гроза», попытка немца вырваться из окружения, неудачная, провалившаяся, которая уже обусловила победу в Сталинградской битве». Операция была нацелена на то, чтобы пробить фронт Красной армии и деблокировать окруженную в Сталинграде 6-ю армию генерала Паулюса. К счастью для Красной армии операция «Зимняя гроза» благополучно сорвалась. Данное мероприятие нацелено на формирование, во-первых, информированности учащихся о событиях Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, во-вторых, на формирование внутри учащихся гордости за свою армию, свою историю, свою страну. Потому что, несмотря на достаточно сильные ряды немцев, мы смогли их перебороть, победить и в итоге одержать победу в войне. Ну и просто напомнить всем, что мы великая страна, у нас были и есть и будут победы, и чтобы мы могли ими гордиться, и страной, и победами, и собой. В мероприятии приняло участие порядка 150 человек-реконструкторов и около 1 тысячи зрителей, а также 6 единиц техники и 5 лошадей. Мне больше всего понравилось то, как происходили события. То, что сначала Красную армию отбили, но пришло подкрепление, Катюша, и вернули обратно свои позиции и отбросили немцев. Для нас это очень важно, когда наши дети видят историю своими глазами, приходят здесь, посещают наш храм, общаются, видят людей, священников, священнослужителей, и администрацию могут задать вопрос, о чем-то поговорить. Сценарий реконструкции Сталинградской битвы был воспроизведен на близких к реальности расстояниях, где каждый смог прочувствовать дух того опасного времени и увидеть своими глазами настоящую историческую технику. Вот такие реконструкции боя, они показывают патриотическое воспитание молодежи, детей. Посмотрите, сколько сегодня было здесь народу. И мне хочется сказать, что, конечно, большое спасибо всем, кто принял участие, всем тем патриотическим клубам, которые приехали. Это местному подворью, потом Пушкинской епархии, конечно, руководству городского округа Пушкинский за подготовку территории. Вы видели, потому что здесь и танки, и Катюша, и техника ходила. И учитывая, какая сегодня снежная зима, если бы МКУ не провели определенные работы, не прочистили бы территории, наверное, бы вот такого боя красочного, яркого на сегодня не состоялось. Алина Рогожина, Владимир Овсяников, Яков Блэйзер. Специально для новостей Большого округа. Чувствуете приближение Нового года? Уже везде царит эта чудесная атмосфера. Праздничное настроение создают и учреждения культуры. Вот какие новогодние мероприятия прошли в Красноармейске. Новый год уже совсем скоро. Праздничное настроение жителям округа поднимает учреждения культуры. Что же придумали в Красноармейске? В Доме культуры имени Ленина случился новогодний переполох. Это театрально-цирковое представление с животными. На сцене побывали собаки, коза, кошка, павлин, удав, енот, голуби и пони. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По сюжету Баба Яга старается помочь Лешему найти валенки. Ради этого она со своим другом переодевается в Снегурочку и Деда Мороза. Но настоящего зимнего волшебника не обмануть. Добро всегда побеждает. И вот уже Баба Яга, Леший и Дед Мороз вместе придумывают, как исправить все сделанные пакости. А это уже городской дворец культуры. Каждый раз в преддверии Нового года здесь делают праздничные спектакли. Постановка «Тайна ледяного сердца» включила в себя музыкальные и танцевальные номера от воспитанников кружков ГДК. Это история о девочке Маше, которая отправилась спасать своего друга Сашу от Снежной королевы. На ее пути попадаются разбойники, фея грез, прихвостни Снежной королевы. Но девочка смогла совсем справиться. В этом ей помогали зрители. У многих Новый год ассоциируется с «Голубым огоньком». Как создавалась музыкально-развлекательная телепрограмма, напомнили в Доме культуры имени Ленина. Там придумали не просто праздничный концерт, а целое путешествие во времени. Сотрудники ДК решили показать историю «Голубых огоньков» от самого начала и до современности. Все коллективы ДК выступили на новогоднем концерте. Более двух часов артисты покоряли зрителей своими номерами. Вот так в Красноармейске создает праздничное настроение. Мария Лихобабенко, Яков Глейзер. Новости Большого округа. В преддверии Нового года воспитанники театральной студии «Счастливые люди» подготовили спектакль. Сказка «Тропою дружбы» напомнила ребятам о праздничном волшебстве и о важности дружбы в современном мире. Значит, они нарушили правила дружбы, и дети перестали верить в чудеса. Отчего же дети перестали верить в новогоднее волшебство? Ответ на этот вопрос пытаются найти воспитанники театральной студии «Счастливые люди». В честь Нового года они показали сказку «Тропою дружбы». Этот спектакль о крепкой дружбе, о том, что нужно приходить в гости, о том, что нужно обязательно выходить на улицу, бегать, прыгать, играть, дурачиться, и, конечно, о том, что нужно убирать свои телефоны и всевозможные гаджеты подальше, чтобы они не мешали дружбе. По сюжету Дед Мороз даёт своим помощникам задание – узнать, от чего грустят дети и почему они перестали верить в чудеса. Для выполнения создаётся целая группа агентов, которые проводят собственное расследование. Здесь и специальные корреспонденты с детских площадок, и сами зрители помогают выяснить причину. «Я не понимаю, от чего у некоторых агентов не получается выяснить, почему дети так грустят в канун Нового года». Уже более пяти лет на базе образовательного комплекса номер 11 существует театр «Счастливые люди». Туда приходят заниматься ученики после уроков или выходные. Они постоянно готовят разные постановки. В театральной студии порядка 60 ребят. Все они приняли участие и в спектакле. Два месяца репетиций, создание роликов. И вот сказка готова. «Я очень люблю ходить на театралку. Мне очень нравится ходить». «Это очень интересное занятие. Мне это особенно нравится. Это то самое чувство, когда ты, погружаясь в какой-то своей внутренней мире, ощущаешь в какой-то себе свободу, что можешь свои эмоции показать другим». «Это нам дает эмоции, позитив, энергию, чтобы были умные». «Позитив». «Да, я уже говорил. Еще что». «Интересно вообще участвовать в таких спектаклях?» «Мне очень интересно». Было много интерактивов. Зрители отвечали на вопросы персонажей, выполняли различные задания, танцевали. Вместе они смогли разобраться во всем и вернуть веру в волшебство. Мария Лихобабенко, Антон Орловский, Яков Глейзер. Специально для новостей Большого округа. Чудеса своими руками. В мастерской Деда Мороза ребята делали новогодние игрушки и писали письма главному зимнему волшебнику. Все это организовало местное отделение партии «Единая Россия» в рамках проекта «Мастерская Деда Мороза». Праздник детства проводят ежегодно. Подробнее в следующем сюжете. Много-много кружочков у вас должно получиться. Потом мы на этих кружочках будем рисовать. Магия своими руками, когда из обычных подручных материалов получается удивительная красота. Все это создают в мастерской Деда Мороза. Представители главного зимнего волшебника рассказывают и показывают, как получается новогоднее чудо. А ребята повторяют. Сегодня в рамках проекта партии «Единая Россия» в мастерской Деда Мороза малыши делают елочные игрушки и пишут письма самому доброму волшебнику. Сегодня дети делали деревянные игрушки в технике «Эбру». Это очень интересная техника. Дети просто обожают рисовать. А здесь, чем необычен этот мастер-класс, рисуют ребята на воде красками, а потом свои рисунки переносят на деревянную игрушку. Потом можно будет повесить на елку. Помимо этого, местное отделение партии «Единая Россия» приняло участие в организации трех благотворительных елок. Это особенные детки приемные и дети, находящиеся на контроле в опеке. Порядка 60 детей посмотрели представление и получили подарки на Новый год. Плюс ко всему, местное отделение партии «Единая Россия» уже провело спортивную эстафету. Не забыли здесь и про семьи участников специальной военной операции, а также про временно покинувших свои дома жителей ДНР и ЛНР. Для всех организовали праздник, представление и, конечно, подарки. Почувствовали себя помощником Деда Мороза? Да! Ну а сегодня помогают ребятам создавать волшебство. Активное участие принимают и молодогвардейцы «Единая Россия» и городского округа «Пушкинский». Волонтеры в образах пирата и оленя играют с малышами и подсказывают, как лучше написать письмо Деду Морозу. Мы волонтеры молодогвардии. У нас есть одно из любимых занятий – это проводить время с детьми. Именно в этой организации «Мини-мишки» мы помогаем детям дарить улыбки, чтобы они улыбались, веселые эмоции, и проводили так, как хотят провести свой праздник. Еще и с пользой время проводим. После успешного мастер-класса все ребята получают подарки и сертификаты о том, что они теперь официально являются помощниками Деда Мороза. Людмила Ермакова, Сергей Денисов, Мария Головачева. Новости Большого округа. Небольшой снег и минус. В четверг, 28 декабря, в Пушкинском снова осадки. Синоптики обещают до минус трех днем и до минус четырех ночью. Ветер западный – 3-3,5 метра в секунду. А я напоминаю, что все наши сюжеты и материалы вы можете найти в социальных сетях во Вконтакте, в Одноклассниках и на Дзене. Также регулярно обновляется и наш телеграм-канал «Новости Большого округа». На этом у меня все на сегодня. С вами был Константин Гиргая. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова